Долгожданный матч. Финал зимнего традиционного турнира по мини-футболу. С начала января в серии матчей по системе плей-офф, то есть на выбывание, принимало участие 14 команд. Лучшие по результатам игр Аструм и Су-22 поборолись за кубы главы района. Крайнюю игру сезона ждали долго, ноступившие новогодние праздники морозы изменили сроки проведения матча. Болельщики строили прогнозы, ведь обе команды сильнейшие. Но это футбол, где любая команда может победить. Участники пришли сюда как на праздник. Этот матч они ждали. Это финал. Свою лепту в игру вносят особенности зимнего поля. Ноги проскальзывают и каждый гол, как его отсутствие, становится непредсказуемым для команд. Погодные условия придали интригу матчу. До последнего оставалось неизвестно, кто победит. Команды играли на дополнительном футбольном поле 8 на 8. 8 на 8 удобно играть, потому что у нас полноценных нет искусственных полей, где мы могли играть 11 на 11 на улице. Вот такое поле, оно мобильное, одновременно могут четыре команды сразу играть, поэтому оно удобно. Свой путь участники начали около 10 лет назад в детско-юношеской спортивной школе в Щелковском «Спартаке». Сейчас тренируются сами. Для этих спортсменов футбол всего лишь хобби, хотя каждый из них демонстрирует высокий уровень игры. Результаты говорят сами за себя. Команда города Щелково «Астром» победителя Кубка чемпионов Подмосковья 8 на 8 этого года. Эта команда – почти постоянный победитель зимнего турнира на Кубок главы района. Команда городского поселения Свердловский Су-22 – участник третьего дивизиона. Кубок главы уравнивает шансы обеих команд. Тяжелая игра. Конечно, мы надеемся сегодня победить, но пока игра тяжелая. А за счет чего она тяжелая? Ну, за счет соперник неплохой, погодные условия, еще снег. Ну, я надеюсь, что все-таки у нас получится сегодня выиграть, и мы завоим новогодний кубок. Игра шла практически на равных. Последние три минуты стали решающими для команд. Свисток. И победу снова одерживает команда «Астром» города Щелково. Долгожданный финал, он все-таки состоялся. Да, как говорится, победил сильнейший. Ну, игра была равна, да. Счет 4-3. Победа в один мяч. Футболисты, две команды, двух команд получили удовольствие. В эти же дни проходит зимнее первенство района по мини-футболу в зала, где участвует 56 команд. Среди них и команды-финалисты. Команд с каждым годом в летнем первенстве участвуют все больше. Сейчас еще проходит мини-футбольное первенство, довольно хорошее и качественное. И уровень футбола у нас растет, что и показывает результаты того же «Астрома», который выиграл областное первенство в этом году. Марина Познякова, Валерий Жегле, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова